МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тайна витрувянского человека и загадка спирали ДНК. Золотые пропорции Леонардо да Винчи. От пирамиды Хеопса до собора Святой Софии. Все три постройки так или иначе являются объемными резонантами. Застывшая музыка. Зачем союзники уничтожили Дрезден? Мистическая чистота зодчего Росси. Высота улицы 22 метра, ширина 22 метра, а длина 220 метров. Это что? Это чистой воды математика. Заговор глобалистов, римский клуб и архитектурное безумие Никиты Хрущева. Мозги в коробочках и идеи современных зодчих. Американская коробочная безликая архитектура должна была прийти и в немецкие города. Серая масса на фоне ландшафта. В программе «Золотая пропорция». Убийцы и архитекторы всегда возвращаются на место преступления. Питер Устинов. Мир охватила эпидемия глобализации. Концепция глобальной унификации человечества была принята на секретном заседании сначала Римского, а затем и Бильдельбергского клубов. Если вы думаете, что глобализация – это свободные рынки, свободное перемещение товаров, то вы глубоко заблуждаетесь. Принятая концепция глобализации прежде всего подразумевала превращение человечества в единую безликую серую массу, лишенную национальных особенностей и традиций. Людей надо было лишить Родины. Для этого все должны были рождаться и умирать в одинаковых условиях. Что в Америке, что в Европе, что в России. Как этого добиться, было понятно. Застроить весь мир одинаковыми безликими коробками. Серые коробки и серая людская масса. Это был идеал глобальных стратегов. Глобальный проект, который обычно православные публицисты любят именовать антихристовой глобализацией, состоит в том, чтобы каждый народ перестал испытывать чувство любви к своей малой Родине, а, соответственно, и чувство любви к своей большой Родине. А для этого, используя дегуманизированную антиэстетическую архитектуру, надо воспитывать человека. И, собственно говоря, та парадигма, которая задана сегодня в так называемой современной архитектуре, это антиэстетическая, антинациональная, антикультурная парадигма. Ее цель – подавлять сознание населения во всех странах. Догнать и перегнать Америку – этот лозунг времен правления Никиты Хрущева был у нас в стране понят буквально. Троцкистские взгляды Хрущева о глобальном мире победившего социализма были весьма созвучны идеям хозяев мировых денег. Не случайно он стал первым советским лидером, побывавшим в США. При идейном руководстве Хрущева прошла и знаменитая выставка в Москве и Ленинграде «Архитектура США», подвигнувшая наших архитекторов на строительство коробок, сделанных по проектному заказу хозяев мировых денег. Не надо думать, что Никита Сергеевич Хрущев, посетив Соединенные Штаты Америки, был пленен только высотой американской кукурузы, которую начал выращивать, в том числе в районах, абсолютно непригодных для возделывания этой культуры. И меньшее впечатление на Никиту Сергеевича с его, будем говорить, низким культурным уровнем произвели американские небоскребы. Ну, что ни говори, Уолл-стрит в переводе с английского «Улица стена». Глядя на эти небоскребы, гигантские коробки, вознесенные в высоту на многие сотни метров, притом лишенные каких бы то ни было архитектурных украшений, Никита Сергеевич Хрущев начал мечтать о том, чтобы завести в нашей стране не только кукурузу, но и архитектуру, лишенную каких бы то ни было излишек. Нет ни одного человека на земле, кто восхищался бы современными постройками. Ни одного человека. Бетонные коробки, положенные на бок или поставленные на попа, ничего кроме отвращения вызвать не могут. И в то же время все мы восхищаемся великолепной архитектурой древности. Попробуйте объяснить, почему одинаково прекрасны такие разные строения, как Афинский Акрополь, Православная Церковь или Исламская Мечеть. Почему, входя в них, вы ощущаете небывалый подъем и вдохновение? В Священном Писании, то есть в Ветхом Завете, четко и ясно дана инструкция по построению храмовых пространств. Сказано следующее, что если ты будешь строить храм по законам моим, и мерам моим, то я войду в него. В древние времена зодчи использовали при строительстве не метрические меры, а меры, связанные с человеком, ладонь, локоть, а также те, которые связаны с божественными измерениями. В Египте это шаг священного Ибиса или бога Тота, а в России церковное сожень. Таким образом храм оказывался соизмеримым и с человеком, и с богом. То есть если говорить, допустим, о таких утилитарных вещах, как жилые дома, то можно построить такой дом, в котором человеку всегда будет неуютно, или, допустим, люди, которые в нем живут, всегда будут ссориться, а можно построить дом, в котором будет божья благодать, и люди в нем будут жить долго и счастливо. Человек издревле жил в гармонии с окружающим его ландшафтом. И свои постройки он органично вписывал в этот ландшафт. Если строил церковь, то обязательно на холме. Современная коробочная архитектура больших городов утеряла эту гармонию с ландшафтом. Все одинаковое, все серое. Вот стандартный образ нынешнего города. Задачи, скажем так, получаются в современной архитектуре, это минимизировать затраты и получить максимальную прибыль. То есть о том, как себя будет чувствовать человек впоследствии в том помещении, где он живет, и как оно вообще будет смотреться, это помещение, эстетически, экстерьерно и интерьерно. То есть, в общем, задача такая не стоит. Ученые сделали удивительное открытие. Оказывается, каждые полсекунды человеческий глаз совершает микродвижение. После каждого из этих микродвижений глазу нужно остановиться, зацепиться за что-то. За какую-нибудь интересную деталь архитектуры, пейзажа, яркое пятно. В современной архитектуре этого нет. Зацепиться глазу не за что. В мозг поступает огромное количество сигналов, содержащих одинаковую повторяющуюся информацию. Это вызывает смятение и чувство тревоги. Мы движемся от наглядно образного мышления к мышлению абстрактно-логическому. Если человек в детские годы окружен красотой, то он проникается той мыслью, которая очень хорошо отразилась в песне. «Мой маленький дворик, ты очень мне дорог, я по тебе буду скучать». А если его окружают омерзительные коробки, то он испытывает отвращение к тем местам, в которых проживает. И это отвращение к месту своего проживания потом переносит на всю свою большую родину. В этом плане множество декоративных элементов, которые характерны для старинных зданий, арки, колонны, карнизы, разнообразные балкончики, фризы, кариатиды, атланты, вовсе не кажутся дорогостоящими излишествами. Они выступают скорее как архитектурная норма, отвечающая фундаментальным механизмам восприятия человеком окружающей среды. Вот почему здания разных стилей – модерн, барокко, классицизм – так сильно действуют на наше сознание. Есть такая формула, которая, естественно, совершенно неправильная. Это такая любимая большевиками формула о том, что бытие определяет сознание. На самом деле она правильная, просто это вторая половина формулы. А первая половина звучит так, что сознание определяет бытие, а потом вот это бытие определяет чужое сознание. И вот здесь то же самое. Сознание определяет бытие, а вот это бытие, которое создаётся в виде архитектуры, начинает определять сознание тех, кто не определял вот это бытие. Вот здесь такая удивительная вот эта формула. И вот самое поразительное в том, что искусство, культура, вот эти все факторы такие гуманитарные, которые лежали и воспринимаются в основе Петербурга, петербургской архитектуры и всего остального, они на самом деле математические. Потому что тут есть вот эти формулы, странные формулы, которые иногда непонятны, но они воздействуют на вас, хотите вы этого или нет. Мы привыкли говорить «гармоничное здание», «гармоничный пейзаж» и даже не пытаемся понять, что заложено в понятии гармонии. Но вот сенсация! Недавно учёные выяснили, что лежит в основе гармонии, какие предметы человек воспринимает как гармоничные, а какие нет. Оказывается, понятие гармонии заложено в самых глубинах человеческого организма, в самой основе жизни, в спирали ДНК. Отношение ширины витка спирали ДНК к её длине есть величина, постоянная для всех населяющих Землю существ. Это фундаментальная пропорция для человека. Её подсознательно выявил в своём гениальном рисунке Леонардо да Винчи. Леонардо это не знал, Леонардо это чувствовал, а может быть и знал. То есть я не могу точно это утверждать, знал он или нет, я с ним не беседовал. Но то, что это чётко отражено в его витрувианском человеке, именно это отношение заложено между площадью круга, в которую вписан один человек в одном положении, и квадратом, в котором вписан человек в другом положении. И попытки одномерно рассматривать этого человека, они неправомерны, потому что этот человек, нарисованный на рисунке, представляет из себя плоскость. И поэтому рассматривать надо плоскости между собой, описанный круг и описанный квадрат. Леонардовский рисунок витрувианского человека содержит в себе сакральные знания о природе вещей, некий тайный код. Считается, что именно в то время, когда им был нарисован витрувианский человек, Леонардо занимался реставрацией Туринской плащаницы, сохранившей образ Иисуса Христа. Говорят, оба этих изображения совпадают идеально по всем пропорциям. Человек идеально вписывается в квадрат, который суть – символ земного, и в круг, который суть – символ божественного. Человек есть микрокосм и макрокосм одновременно. Его природа имеет божественное происхождение. Отсюда человек равен мирозданию и может быть поставлен на одну ступень с абсолютом, то есть с Богом. Золотое сечение, открытое вновь Леонардо, давно использовалось древними в архитектуре. Мы в целом живем в пространстве сферы. А архитектурные сооружения в основном строим в прямоугольных формах. Хотя, в принципе, еще древние понимали, что мир образован осями вращения. У нас нет ни прямоугольных деревьев. То есть все древние постройки кочевых людей, они имеют формы, образованные осями вращения. То есть если мы возьмем, допустим, любой чум, ерангу, скажем так, постройки африканских народов, масаев, они все имеют форму, образованную осями вращения. Золотое сечение, на мой взгляд, и это можно доказать математическими моделями, есть ничто иное, как переходные коэффициенты между прямоугольным и сферическим пространством. Что общего между английским Стоунхенджем, древнерусским Аркаимом и храмом Святой Софии в Киеве? Почему люди приписывают этим местам различные сакральные символы? Почему многие экстрасенсы ощущают там некие флюиды, доходящие до нашего сознания? Соответственно, получается, изучив размеры Стоунхенджа, Софийского собора и Аркаима, мы находим очень много общих размеров. И связаны это с тем, что, во-первых, они расположены на одной широте, а во-вторых, видимо, все эти три постройки пытаются путем размеров под что-то подогнать, потому что все три постройки так или иначе являлись объемными резонаторами. А размер этого объемного резонатора его настраивает на какую-то определенную волну. Не так давно ученые установили, что частота альфа-ритмов коры головного мозга человека равна 7,8 Гц, что равно резонансу или частоте Шумана. Если кратко, то это собственные электромагнитные частоты планеты Земля. Одна из них, основная, равна в среднем 7,8 Гц. Если здание или храм построены в размерах гармоничных этой частоте, то человек, попадая в это пространство, ощущает себя единым целым с планетой, а значит, и с мирозданием. Происходит стабилизация ритмов коры головного мозга. И человек соединяется с тем, что принято называть Богом. И Бог ему посылает в голову мудрые мысли. Именно поэтому человек в храмовом пространстве или в хорошем архитектурном пространстве испытывает эстетическое удовольствие и облегчение. Уже в наше время значение и влияние архитектурных памятников на менталитет и сознание народа хорошо понял и применил на практике американский психолог Курт Левин. Знаменитая бомбардировка Дрездена союзниками в ходе Второй мировой войны не имела никакого военного значения, кроме как стирание из генетической памяти самобытности и традиций германского народа. Прекрасный Дрезден был уничтожен полностью. Погибло более 250 тысяч женщин, стариков и детей. Для немцев потеря архитектурной гармонии своих городов была поистине страшна. Отнюдь не случайно, что англосаксы разрушили Дрезден. Дрезден был одним из красивейших городов Европы. И уничтожая его, англосаксонская авиация деморализовывала немецкий народ. Уничтожение никаких военных и промышленных объектов так сильно не воздействует на психику людей, как уничтожение прекраснейших дворцов и храмов, музеев. Люди теряют некую духовную опору. И, кстати, Соединенные Штаты Америки, Англия, ну и, конечно, в значительной меньше Франция, потому что она лишь формально входила в число стран-победительниц, стремились к тому, чтобы Германию расчленить, а немецкий народ лишить национальной идентичности. Американская коробочная безликая архитектура должна была прийти и в немецкие города. Архитектуру не зря называют застывшей музыкой или музыкой в камне. Музыкальная гармония строится под четким математическим законам, по таким же правилам и создают свои великие архитектурные творения настоящие зочи. Брались с сажением той же широты местности, где располагается церковь, и церковь четко встраивалась в точку на планете Земля. Именно в эту точку. Потому что если перенести эту церковь в другое место, то в другом месте она будет неправильная. Она там работать не будет. Открытые Леонардо да Винчи, законы пропорции золотого сечения, живут в каждом великом архитектурном сооружении. Неслучайно в Петербурге на улице Зодчего Росси находится Академия балета имени Вагановой. Именно таинственные вибрации, исходящие из зданий, создают здесь определенную ауру. Опять-таки совершенно уникальная вещь. Ни в одном городе мира нет улицы, которая когда-то называлась театральная, а сейчас улица Зодчего Росси. Которая является абсолютно математический пример, который воздействует. На улице Зодчего Росси нет никаких супер уникальных фонарей. Нет ничего. Но человек, который там оказывается, он невольно понимает, что что-то произошло. Он даже не может осознать, что произошло, если бы не сказать. Ведь это же уникальная вещь. Высота улицы 22 метра, ширина 22 метра, а длина 220 метров. Это что? Это чистой воды математика. Архитектура непосредственно влияет на человека, на его подсознание, привычки, даже на стиль одежды. Вспомните, например, какие наряды носили дамы эпохи барокко и сравните их с современной модой унисекс. Точно так же сравните дворцы и храмы эпохи барокко с современными бесполыми коробками. Психологическая война против России, да и против всего человечества, не стихает. И архитектуре в ней отведена главенствующая роль. Посмотрите на эти массы офисного планктона, одинаковых, как под копирку. Им все равно, где жить. Где тепло, там и Родина. Человек формируется под архитектуру, а не архитектура под человека. Ну, если мы возьмем, скажем так, двух близнецов, только что родившихся, поместим одного жить в правильно организованное пространство, а другого в неправильно организованное пространство, то спустя 16 лет на выходе мы получим двух разных людей. Под человека дома не строим. Формируем как бы человека под храмовое пространство. Тогда сам человек превратится в ходячий храм. Когда видишь, какие замечательные здания люди строили в старину, невольно думаешь, что они были счастливее нас. Эрих Мария Ремарк Один Б produ военный дом. Это месяц. Сказах.